Приветствую вас. Если вы внимательно присмотритесь к своим сообщениям, то вы увидите, что у вас как-будто борется несколько, ну несколько, может быть два, но я думаю больше таких вот такого рода противоречий личности и субличностей. Во-первых, вы творческий человек. Не позиционируйте себя так. Но вместе с тем вы чувствуете вину. Ага, вы чувствуете вину вместе с тем. То есть с одной стороны человек вы творческий, с другой стороны есть вина, чувство вины у вас есть. И мне кажется, вот мне кажется, что это вот здесь вот заявленный конфликт. То есть если я творческий человек, допустим, если я творческий человек, вот вы так можете думать, то я обязательно виновата, потому что я не такая, как все. Вот. Я не обрадываю ожидания, не вписываясь в рамки, ну мне так кажется. Мне так кажется. Вот. И так далее. Да. Дальше. То есть условно говоря, вас поместили в определенную среду. Вот. Вот. А вам в ней тесно. Вам в ней трудно. Вам в ней тяжело. Вам в ней дискомфортно. Она вам, вероятно, не подходит. Вот. И, собственно, это, как мне кажется, является проблемой. То, что вы пытаетесь подстроиться. Построиться в самом таком негативном смысле этого слова, наверное, образоваться ожидания быть такой, какой вас хотели бы видеть, ну и так далее. Как бы. Это, мне кажется, есть ваша трудность. На мой взгляд. Вот. Значит. Я бы начал с того, что вы чувствуете, когда оправдываетесь. И когда чувствуете свою никчемность. Вот. Как. Это. Я имею в виду. Никчемность. Ну. Отращается вас. Вот. Скажем так. То есть. Как она вас ощущается. Что еще есть в этой никчемности. Вот. Это очень важный момент. Потому что там скрыты ответы на все ваши вопросы и скрыты ваши ресурсы. Ресурсы. Вот. Мне кажется, что вот у меня такое ощущение, да, что вы боретесь за то, чтобы иметь право быть творческой. Ну за то, чтобы иметь право быть вот такой. Не похоже. Но сами вы следите с этого, мне так кажется. И постоянно вынуждены оправдываться. Вот. А может здесь есть некое внутреннее такое. Отрицание. Как мне. Как мне опять же. Скажется. Вот. И. В первую очередь я думаю начать нужно с этим работать. А дальше потихонечку уже. Учиться слушать. Себя. Вот. Учиться. Вот. И. Учиться идти своим путем. Учиться взаимодействовать с людьми. Не испытывая, может быть, постоянного требования оправдываться. Вот. Иногда, конечно. Да. Иногда, безусловно. Иногда вам будет хотеть оправдываться. Это, наверное, нормально для каждого из нас. Вот. Вот. Но. На постоянной основе нет. На постоянной основе нет. На постоянной основе нет. Вот так. Такой, я думаю, ответ вам можно будет дать. Отходя из. Того, что я прочитал. про себя. Вот вы, как творческий человек, как творческий человек, наверное, слышно, что если объяснять, почему я это сделал, и зачем я так поступил, то теряется все очароваться. И если художник объясняет значение своей картины, то теряется все значение этих самых картин. Это не пустые слова, поэтому подумайте, вы объясняете почему, но что еще есть, помимо почему, в том, что вы делаете. На этом все, надеюсь, что помог вам. Будет очень здорово, если вы сформируете обратную связь, которая может стать началом вашей психотерапии. Удачи вам, всего самого доброго.